Посылка мне вернулась в достаточно отвратительном состоянии. Можно видеть это по коробке. Но что же было дальше, вы увидите в видео. Моя история о том, как авито доставка уничтожила мою посылку с дорогой видеокартой RTX 3070. Смотрите полное видео и увидите, что из этого получилось. Поехали! А вот как видеокарта выглядела в изначальном состоянии. Я ее полностью тестировал перед отправкой и выкладкой объявления и снимал специально для этого видео. Карта выставлялась за 35 тысяч рублей. В итоге вместе с авито доставкой я ее выставил за 36 тысяч 750 рублей. Столько же и мне должны были вернуть. Напоминаю, это видеокарта крутого сегмента RTX 3070 Asus ROG Strix и была просто в идеальном состоянии. Практически новая. Отправлял карту я 17 сентября где-то. А уже последующие действия у нас уже были где-то 25 сентября. Сами считайте сколько прошло видео. Теперь давайте посмотрим, что было с посылкой, когда я пришел в пункт выдачи и посылка вернулась. Полное видео. И потом посмотрим, какие заявления нужно заполнять в случае происшествий и что делать дальше. Вот так выглядела посылка до отправки в пункте выдачи. Первое, что вам нужно делать, если вдруг посылка приехала к клиенту и она оказалась или уничтожена, или повреждена, пускай начинает снимать видео буквально всего, что он находится в пункте выдачи. Потом снимет саму распаковку посылки, ну именно в пункте выдачи. И на видео зафиксирует все повреждения. После чего сотрудник магазина, либо сам клиент вместе с сотрудником выдачи должны составить акт, то что посылка пришла поврежденная, вложить в этот акт, в посылку обратно упаковать все, все это отфотографировать, отснять, ну так сказать, для безопасности. И отправить посылку на возврат. После чего, когда она приезжает к вам обратно в пункт выдачи, первое, что вы должны начать, это сказать, что я забираю посылку, показать штрих-код этот или номер заказа и сразу включить камеру телефона. Показать свою бумажку, что вы отправляли эту посылку, первое, что нужно сделать, отснять саму посылку, закрытую, до того, как вы ее откроете, в каком она состоянии, полностью со всех сторон. Показать, что вы находитесь в пункте выдачи, это тоже очень сильно влияет. Ну, чтобы не оказалось, что вы где-то там в подворотне стоите, да, иначе вам никакой компенсации, конечно же, не будет. Вот, и под камеру уже можно в следующем видео или тем же, как вы открываете посылку, либо сотрудник открывает, либо вы. Вот, все это под камеры делаете, то есть снимаете на видео полностью. Открываете, также номер посылки на коробке показываете и смотрите, что внутри находится у нас. Вот, после чего уже нужно будет заполнить заявление, что вы отказываетесь от посылки, она там повреждена. И дальше я вам покажу, что примерно я писал. Вот, после чего посылку как бы оставляете, ни в коем случае не забираете. Если заберете посылку, получится, что вы как бы согласились со всем, что все окей. Вот, и потом пишите в поддержку, что посылка уничтожена, так далее, и вас попросят отправить потом. Ну, сначала проверить все это, потом скажет, да, отправляйте там повреждения, где это все заметно, где посылка была до, обязательно нужно до снимать посылку, то, что она была целая, никаких там повреждений не было, желательно видео. И потом видео на YouTube нужно загрузить, вот это, где вы снимали уже распаковку на пункте выдачи, чтобы поддержка посмотрела и действительно, ну, убедилась, что все действительно так. Посылка уничтожена, и после чего вам должны вернуть деньги. Не знаю, в 100% или нет, но, к счастью, мне вернули. С 17-го числа я посылку отправлял, 25-го мне пришла полностью та сумма, которая была указана в объявлении, на ту же карту, на которую я получал выплаты с авито доставки. Там еще нужно будет данные все свои заполнить, типа имя, фамилия, отчество, еще что-то. Вот, ну, в принципе, достаточно просто, и в итоге получите себе возврат. Так что вот такие дела. В общем, суть истории такова, друзья, что почаще снимайте посылки до и после. То есть, берите такую привычку, чтобы максимально делать много фото перед отправкой, видео снимайте со всех сторон, и это вам в дальнейшем поможет. То есть, такое правило, все снимать. Все, прям вот каждое движение, что вы на почте находитесь, в пункте выдачи. Снимайте все, и это вам поможет. Всем удачи, пока!